Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Последний рывок у нас. Обращаем свое внимание на финансовые рынки и на то, что с ними случилось за прошлую торговую сессию. Безусловно, сегодня нам нужно будет сделать основной акцент на то, что происходило в рамках европейских площадок и динамики единой европейской валюты, поскольку вчера у нас состоялось заседание Европейского Центрального Банка с пересмотром параметров денежно-кредитной политики. Ну, безусловно, вы знаете, что все они были оставлены без изменения, но нас больше с самого начала интересовала даже пресс-конференция руководства господина Драги, поскольку мы традиционно знаем то, что этот видный чиновник может спровоцировать недюжину волатильность на финансовых рынках. Ну, о евро мы, безусловно, с вами поговорим, когда наступит черед этого актива. Ну, а сейчас у нас есть все-таки тот инструмент, с которого мы традиционно начинаем каждый брифинг, и вы знаете то, что этим активом является черное золото, наш излюбленный бренд, который так важен для российской экономики. Закрытие вчерашнего дня 49.69, сейчас нефть торгуется на уровне 49.52. К сожалению, нефть продолжает портить нам настроение. Я думаю, что если бы не активизация покупок доллара и не ослабление фунта, которое мы вчера видели, и присутствующей надежды на то, что евро все-таки пойдет вниз, настроение было бы совсем плохим перед этими выходными. Но все-таки есть определенный оптимизм и на нашей стороне по поводу отдельных идей. И сегодня мы о них, безусловно, подробнее поговорим. Ну, а сначала о той причине, которая это настроение портит. Это нефть. Почему же этот актив показал вчера еще одну торговую сессию серьезного бычьего движения? Почему актив смог и нашел где-то силы, чтобы показать чуть ли не максимальный прирост за несколько недель, добраться до максимума за две недели, это уж точно, и коснуться снова 50 долларов за баррель. Хорошо, что мы пока не закрепили 7 выше. Участники рынка, безусловно, после того, что увидели по отчету АПИ, когда вы знаете, запасы нефти в рамках американской экономики снизились на 12 миллионов баррелей, с опаской следили и за официальными данными, потому что именно официальная статистика является более-менее объективной, потому что происходит с общим количеством производства и потребления нефти в рамках США. Официальная статистика, как вы наверняка уже могли заметить, стало причиной того самого обычного ралли, поскольку данные превзошли даже оценку американского института нефти, потому что запасы по версии Минэнерго США сократились на 14,5 миллионов баррелей за неделю. Это рекордное снижение с 1999 года. И как только участники рынка с ужасом взглянули на эту цифру, конечно же, стали копать, что же легло в основу такого серьезного спада, и не для ошибки в статистике. И нашли объяснение в том, что сейчас резко сократился импорт нефти в США, в частности, если не быть голословным, а оперировать конкретно цифрами, то экспорт, точнее импорт упал на 1,8 миллиона баррелей в сутки. И произошло это за счет приостановки работы многих нефтяных платформ в Мексиканском заливе, который и выступал основным поставщиком. Сейчас из-за стихийного бедствия урагана действительно нефтепроизводственной мощности практически не функционирует в полном режиме. Это, собственно, привело к ограничению добычи и поставок на территорию Соединенных Штатов Америки. Но сразу хочу отметить, действительно, этот фактор, я не умиляю, его значимости стал причиной такого роста актива, который мы наблюдали. Потому что 14,5 миллионов баррелей за неделю сокращения – это очень много. И мы видим то, что потребление остается на высоком уровне в рамках американской экономики. Но вот эти стихийные бедствия, ураган, вы понимаете, это очень кратковременный фактор воздействия на техническую инфраструктуру и, соответственно, на объемы поставок. И мы знаем то, что эти стихийные бедствия очень быстро сходят на нет. Это может случиться сегодня, завтра. И Мексиканский залив снова начнет функционировать в плане выработки нефти в прежнем режиме, обеспечивая удовлетворение аппетитов со стороны США. И как только этот, опять же, импорт возобновится в прежнем объеме, мы, возможно, с вами снова вернемся к прежней тенденции, которая предполагала постепенное, монотонное, последовательное повышение запасов и оказывала свое медвежье воздействие на котировки нефти. Другой момент, который стал причиной роста для позиций черного золота вчера, это блок статистики из Китая по торговому балансу. Согласно тем данным, которые мы с вами увидели, уже можно сделать вывод о том, что импорт нефти в Китай увеличился в прошлом месяце до 32,85 миллионов. Это серьезный прирост, конечно же. Ну, видимо, на промышленность, которая, к сожалению, пока что, а статистика нас не радует, вы помните, даже прошлый отчет, который зафиксировал Аспад, продолжает охватывать больше аппетита и требует больше потребления. В любом случае, пока этот фактор оказал локальное воздействие на динамику нефти, и поскольку это статистика, я хочу признать то, что в этот раз были у нефти те факторы, которые в конечном счете были конвертированы в основу вот этого роста. Но важный нюанс заключается также в том, что сопротивление 50 долларов за баррель выстроило. И до тех пор, пока оно держится, сохраняется возможность и вероятность на высокие шансы того, что медведи также присутствуют на рынке и не пустят так вот легко, без более должной и емкой фундаментальной поддержки быков, соответственно, дальше. Если обращать внимание на сегодняшнюю торговую сессию, я хочу сделать акцент на тот отчет, который у нас на повестке. В 20.00 по московскому времени Бейкер Хаджес, количество нефтяных платформ в США. Честно говоря, с точки зрения статистики, для медведя, пожалуй, это последний оплот надежды, который позволяет дождаться цифры, связанные с увеличением количества платформ, и использовать этот статистический релиз для того, чтобы притопить позиции нефти. И если к этому моменту мы еще убедимся в том, что и доллар неспешно и неохотно дает позиции своим основным конкурентам, а напротив, даже в рамках торговой сессии, продолжит тот рост, который мы наблюдали вчера, и может быть даже против иены, если может оказаться выше 103 иен за доллар, тогда против нефти будет действовать еще и сильный доллар. Но не забывайте также про наш излюбленный эффект пятницы, к которому мы традиционно прибегаем, если в рамках недели видим полноценное ралли. Думаю, что эта неделя позволяет нам сделать акцент на то, что нефть неплохо выросла, и перед выходными, в преддверии, опять же, субботы и воскресенье, чтобы не перетаскивать позиции на следующую неделю, трейдеры будут фиксировать результаты. И закрытие длинных сделок может стать причиной локального отката. Вот три фактора, я, по крайней мере, сейчас вижу, которые можно использовать в качестве поддержки нашей коррекционной идеи, и, опять же, замахнуться на то, что Brent, если все-таки вооружиться каждому из них, сможет показать сегодня в рамках дня коррекционную динамику и снова уйти в район хотя бы 48,5 долларов за баррель. В общем, нам нужно сейчас держаться ниже 50. Альтернативный сценарий предполагает сохранение этого повышательного ралли с уходом Brent выше. Но если этот актив закрепится выше 50, тогда, к сожалению, как бы нам этого не хотелось сделать, нам придется пересматривать наши ориентиры, потому что проторговка выше 50, оно даже с точки зрения техники будет создавать возможности для еще более высокое ценовое движение и уже тестирование более значимых на порядок выше сопротивлений. Российская валюта 64,02. Укрепление нефти поспособствовало тому, что и рубль все-таки смог показать свой характер основным конкурентам. 64 пока держится. Опять же, если нефть будет дальше расти, возможно, мы увидим на снижение пары в район 63,5, но ниже 63, я считаю, что уход актива крайне маловероятен, потому что мы об этих параллелях и причинно-следственных связях достаточности бюджета, точнее курса по отношению к бюджету уже очень много говорили. Не буду повторяться. То есть есть у нас психологические уровни поддержки, стойкости этих уровней, мы не сомневаемся. И есть все-таки осознание того, что благополучие, которое сейчас складывается на рынке нефти, оно может быстро сойти на нет. Да и мы понимаем то, что нефть хоть и является определяющим фактором для благосостояния, благополучия российской экономики, но в рамках России есть много альтернативных новостных поводов, которые позволяют также циклиться на них. И только отталкиваясь от этих факторов и обстоятельств, также делать ставку на ослабление нефти. Не забывайте про слабую макроэкономическую статистику, не забывайте про по-прежнему серьезные проблемы в банковском секторе, про высокие ставки рефинансирования и про геополитические риски вкупе с продолжающимся санкционным противостоянием. Все это действует против курса рубля. Но все-таки определяющий фактор это, конечно же, нефть. По рублю ждем в соответствии с потенциальной слабостью нефти движение как минимум в районе 66. Понимая то, что времени на это может потребоваться больше, тем более, что у нас еще и политическая тема, но мы с вами имеем ждать, поскольку прежде всего руководствуемся средне-нолгосрочным фундаментальным анализом. Европейская валюта против доллара. Сейчас котировки 1.12.79, в частности, если говорить про вчерашнюю торговую сессию, можно отметить то, что евро показало чуть ли не самое волатильное движение за последние несколько недель. Все внимание трейдеров было сфокусировано на заседании Европейского центрального банка, поскольку все знали, что те параметры, которые будут положены на повестку обсуждения и последующая пресс-конференция, она может пролить свет на план Европейского центрального банка по денежно-кредитному регулированию на перспективу. Заранее мы понимали то, что к заседанию Европейского центрального банка мы подходим с вами целым ворохом. Слабейших макроэкономических отчетов по промышленному производству, по потребительской активности, по динамике активности в сферах производства, строительства, услуг. В общем, с тем фундаментом, который создает не самые радужные перспективы для экономического роста и, в принципе, может быть причиной более мягкой риторики со стороны монетарных властей. И на это делали большую ставку, поскольку традиционно с вами распродаем евро, считая то, что этот актив является крайне перекупленным и, наверное, исходя из логической точки зрения, должен стоить гораздо ниже против доллара. Что касается основных параметров самой денежно-кредитной политики, ставка рефинансирования осталась на прежнем уровне в районе нуля, ставка по депозитам минус 0,4%, но мы понимаем то, что в сравнении с прочими развитыми рынками это еще не предел, потому что в рамках Национального банка Швейцарии ставка уже давно минус 0,75%, и ее Национальный банк Швейцарии снизил до такого уровня, а с одной лишь целью, чтобы институциональные инвесторы забыли вообще о том, что можно вкладывать деньги в швейцарские банки и, соответственно, держать ликвидность именно номинированных в этой валюте. Причина – Швейцарии не нужна дорогая валюта и особенно не нужна в взаимосвязи с торговыми взаимодействиями, партнерскими отношениями с европейскими странами, потому что больше 55% экспорта как раз идет на Европу. И, кстати, до того, как Национальный банк Швейцарии снизил как раз ставку по депозитам и пытался ослабить курс национальной валюты такими стимулами, возникала ситуация, что швейцарцы, понимая, какая ситуация обстоит с обменным курсом, предпочитали покупать товары длительного пользования, говоря простым языком, ездить за покупками в европейские страны, конвертировать франки в евро и покупать там гораздо дешевле. Из-за такой тенденции швейцарская экономика буквально чуть больше года назад потеряла не меньше 0,2%. И это, собственно, вынудило швейцарцев действовать, что, собственно, они и сделали. На мой взгляд, Национальный банк Швейцарии сейчас является одним из самых проактивных регионов и прекрасно справляются со своими обязанностями, действительно действуют в рамках мандата и решают те задачи, которые на них возлагаются. Вернемся все-таки к ЕЦБ. Ставка минус 0,4 по депозитам также осталась неизменной. Первоначальная реакция евро. Вы сами все прекрасно видели. Евро рванул против доллара выше отметки 1,13. Локальный хайп был достигнут на уровне 1,13, по-моему, 1,15. Но дальше трейдеры не торопились покупать этот актив, поскольку понимали, что впереди еще на повестке основной генератор, наверное, волатильности. Потому что традиционная пресс-конференция всегда воспринималась как основной катализатор рынка. Господин Дораги со свойственным ему красноречием, прямолинейностью и неоднозначностью. Формулировка, конечно же, провоцировала всегда волатильность. И не всегда рынок даже понимал, в каком направлении стоит двигаться дальше. Может быть, это как раз искусство, которым явно владеет председатель Европейского центрального банка. Но вернемся к тому, что, собственно, он сказал. В частности, я думаю, что кто-то из вас, кто был замотивирован на то, чтобы следить, опять же, за этим фундаментом, может быть, были непосредственно в сделках, может быть, оперировали большим объемом, уже и без меня знают про основные формулировки, которые были сказаны Дораги. Но ничего нового мы не услышали. В частности, все, что было сказано, это фразы-клише, шаблоны, которые, в конечном счете, на мой взгляд, уже полностью ассоциируются с господином Дораги. Другие формулировки он даже не использует. В частности, он отметил то, что Европейский центральный банк готов задействовать дополнительные инструменты, если того будет требовать ситуация. Текущая программа количественного смягчения может быть продлена до марта 2017 года, либо за пределы этой даты. И, возможно, при необходимости, Европейский центральный банк может увеличить емкость этой программы. Сроки тоже, в любом случае, если того будет требовать конкретная экономическая ситуация, легко можно будет пересмотреть. Дораги отметил то, что еврозона по-прежнему сталкивается с глубокими системными рисками. И, на мой взгляд, это самый интересный комментарий. Как раз эти самые риски были заложены в основу того, что Европейский центральный банк пересмотрел прогнозы экономического роста на перспективу до 2018 года, понимая то, что они могут стать причиной такого локального стопора для европейской экономики. И, в частности, про снижение темпов экономического роста на перспективу, это было сказано практически в самом начале его выступления. И, понятно, когда участники рынка услышали это, они были уже четко настроены на то, что, наверное, венчать всю эту конференцию будут непосредственные заявления о том, что Европейский центральный банк готов принять конкретные действия уже сейчас. Но, вы помните, мы с вами ожидали хотя бы продления сроков действия программы на количественное смягчение. Но никаких изменений в конечном счете внесено не было. Но все может произойти уже и по итогам следующего заседания, собственно, так же, как и всегда. Реакция европейской валюты. Мы видели то, что евро какое-то время держался возле локального хая выше отметки 1.13-1.15. Но потом, когда об игру вступила еще и Америка, может быть дополнительное переосмысление всего новостного фона, в конечном счете, все это вылилось в то, что пара евро-доллар скорректировалась до отметки 1.12.50 практически сейчас. На азиатской торговой сессии мы видим, что сегодня евро снова прибавляет, но еще не вечер. В целом, драги и Европейский центральный банк не порадовал ни медведей, ни быков. Я думаю, что в этом тоже нужно искать позитив, особенно для тех, кто продает евро. Потому что если нет четкой позиции того, что Европейский центральный банк не будет дальше стимулировать экономику, значит нет необходимости и нет четкой возможности уже целенаправленно покупать евро. А нам как раз это сейчас и не нужно. Будем следить за дальнейшими отчетами, прежде всего за показателем по инфляции, потому что уверен, что этот индекс и барометр потребительской активности может оставаться под давлением и дальше. И будем искать намеки в отдельных заявлениях чиновников, экономистов Европейского центрального банка, в отдельных конференциях драги на то, что еврозона все еще рассматривает возможности дополнительных действий, которые будут направлены на стимулирование экономики. Поэтому резюмируем все, что вчера произошло в рамках европейского рынка. По-прежнему есть четкое понимание того, что евро может неплохо ослабить, потому что противиться такой тенденции коррекционной будет очень сложно. Объяснить ее даже на фоне контраста монетарных политиков основных оппонентов, то есть евро смягчение, доллар, за ним стоит ФРС, потенциальное ужесточение. Тоже серьезный фундамент для долгосрочных трейдеров. Это основная идея, которая позволяет делать ставку на ослабление евро и ждать как минимум уровень 1.10. Собственно, хочу снова освежить эти значения. Ждем снижения евро, не обращаем внимания на локальный выплат. Я думаю, что вчерашнее выступление Марио Драги и вчерашнюю торговую сессию можно использовать больше как новостной фон, который может подстегнуть интересы к продажам. Но это, опять же, потенциальное ослабление евро, которого придется подождать. Но, как я уже говорил, это мы делать умеем. Доллар японская иена, 102.17. Сейчас о котировке мы видим то, что доллар восстановился с минимальных значений. Хорошо отошли мы с вами от нашего уровня сопротивления, при тестировании которого будем готовы покинуть. Пару USD иен это 101. И чем выше собираемся сейчас, тем выше. Доллар продолжает торговаться на фоне обсуждений возможных сроков повышения процентной ставки, спекуляций по поводу стимулов со стороны Банка Японии. За день ничего нового не случилось. Но я думаю, что какие-то новостные сообщения дополнительно будут поступать дальше. Тем более, что мы с вами планомерно движемся к заседанию ФРС, которое состоится 21 сентября. И если мне не изменяет память, буквально сопоставимые даты, может быть, 20-го и 22-го, может быть, даже 21 сентября, у нас и Банк Японии. Вы помните, что вчера я обратил ваше внимание, что по данным исследовательского института Японии, 60% респондентов считают, что как раз именно в эту дату, на ближайшее заседание, Банк Японии может внести какие-то коррективы в монетарную политику. И они предполагают смягчение, то есть ослабление японской иены. Ждем более высокие значения. Я думаю, что мы смело сейчас можем претендовать на основу возвращения в район 104, только в этот раз не для того, чтобы неудачно его протестировать, а чтобы закрепиться выше. Фунт против доллара 1.3327. Сегодня на повестке дня также отчет. В 11.30 это прогноз по инфляции. Посмотрим, что думают монетарные власти по поводу будущего показателя, по инфляционным ожиданиям. Я думаю, что инфляция, разумеется, будет расти на фоне такого ослабления британца. Но не думаю, что этот отчет станет причиной какой-то повышенной владельности. Важно, что сейчас фунт стал активно поглядывать и на динамику доллара. То есть, может быть, даже последнее ослабление, это связано не только с осознанием того, что фунт еще остается у садеров, но и то, что и влияние доллара является определяющим. То есть, если доллар продолжит расти, тогда рисковым инструментом придется сбавлять. Я считаю то, что мы можем смело продолжать делать ставку на снижение фунта и сегодня на закрепление пары ниже отметки 1.33. Из других валютных пар, в частности, USDCAD у нас торгуется выше 1.29. Отлично то, что канадский доллар пока не торопится отыгрывать укрепление нефти. Причина все-таки слабый фундамент, который мы анализировали неделю ранее и темпы экономического роста, которые вышли, по-моему, в середине прошлого месяца. Сегодня у нас рынок труда, как я говорил, очень важный отчет, поскольку он в конечном счете позволит прийти к выводу о том, насколько сейчас хорошо чувствует себя канадская экономика. Хотя, наверное, это будет неправильно сказано. Насколько плохо себя чувствует. Мы знаем то, что в рамках канадской экономики, учитывая последние отчеты по деловой активности, по производству, по показателям ВВП и потребительской активности, все плохо. Но если сегодня еще и рынок труда разочарует, тогда уверен, что на следующем заседании мы сможем смело ставить на возможность снижения процентной ставки. Я жду, что USDCAD будет расти вверх не только на фоне слабости канадца, но и на фоне, соответственно, силы доллара, на которую продолжают делать ставку. И, опять же, верю в то, что американская валюта все-таки продолжит отстаивать свои лидерские качества. Доллар-франк у нас уровни сейчас 0,9714. Немножко мы подошли со прошлой торговой сессии. Сегодня вышли данные по уровню безработицы, она выросла 3-4% с 3,3%. Негативный фактор для франка. Надеюсь, что он будет использован этим валютным инструментом как причина фундаментального давления. Вы помните, что наша долгосрочная цель, до которой мы пока никак не можем добраться, практически достигаем планки, но безрезультатно. Это паритет. Я думаю, что рано или поздно, если еще доллар будет способствовать этому, мы сможем долететь и до этого значения. Из важных событий с сегодняшнего дня. В 11.30 прогноз по инфляции по Англии. В 14.45 выступление представителя ФРС Розенгрена. В 16.30 уровень безработицы в Канаде. И в 20.00 Бейкер-Хаджес отчет по количеству неопытных платформ в США. Кодовое слово на сегодня. Аккорд. Величина бонуса 15%. Действует он до следующего брифинга, который состоится, как и всегда, в прямом эфире в понедельник в 9.30 по московскому времени. Также хочу воспользоваться возможностью сообщить, что со следующей недели на две недели я, к сожалению, выпадаю из наших ежедневных обзоров, буду находиться в отпуске. Но не переживайте, есть достойная замена, поскольку знаю то, что оценка и фундамент, и техники имеют для вас, как для трейдеров, очень важное значение, без информации вас не оставят. Поэтому в понедельник готовьтесь встречать новых гостей в студию. Надеюсь, что они придутся вам по душе. И, соответственно, вся информация, которая будет озвучена, поможет вам принимать более верные и оправданные инвестиционные решения. Сразу хочу отметить, что в их профессионализме сомневаться не стоит. Это настоящие мастера своего дела. На этой ноте хотел бы закончить сегодня. Желаю вам хороших выходных. Ну а с вами увидимся уже ближе к концу сентября. Всего доброго. До свидания.